Magnum ритейлер номер один. Можно на любой магазин поставить увеску Magnum и этот магазин начнет продавать лучше и больше, чем лучше. Тренды пост-пандемического мира? Несчастье так несчастье помогло. Перспектива только идти в Darkstore. Чем ты можешь гордиться? Ну там вместе с Tesco и всякими остальными другими компаниями. Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас на канале ABM Cloud в рубрике Retail Tech Blog. Меня зовут Андрей Максимов. Сегодня я нахожусь в городе Алматы. И рядом со мной IT-директор розничной компании Magnum Руслан Домашенко. Руслан, привет. Если можно, в паре слов, в паре предложений. Что такое Magnum на текущий момент? Magnum – это лидер розницы. Компания, название которую знают все. И если утрировать, то можно на любой магазин поставить увеску Magnum и этот магазин начнет продавать лучше и больше, чем раньше. Поговорим об этом заинтриговал. Ты работаешь в Magnum два года. Перед этим работал в Magnum. Чем Magnum отличается от предыдущих мест работы? Какие есть изменения? Что произошло за последние два года? Изменения, отличия достаточно существенные. Есть разница большая в структуре формирования команды. Топ-менеджмент сформирован где-то 40 на 60. 40 – это местные профессионалы розницы. И 60 – это экспаты из России, Украины, из разных сетей, из ритейла, из непродуктового ритейла. Есть коллеги, которые занимались до этого консалтингом. И в целом получается достаточно такая ядреная смесь. Всегда есть чему поучиться у людей, у всех есть свое мнение. Оно не всегда совпадает с общим. И это достаточно продуктивное взаимодействие. Если посмотреть на прошлые места работы, там та же история Magnit. Была история, когда было 10 на 90. 90 – это всегда свои выросшие из родных пенатов топы. Со сменой владельца случилась обратная история. Скорее, случилось 80-20. Полностью, да, противоположной. Где 80 – это менеджеры, которые пришли в компанию со своим отдельным личным ДНК, не таким, как раньше. То есть разные схемы взаимодействия в команде видел. То, что есть сейчас с Magnum – достаточно рабочая история. Продуктивная? Да, продуктивная. Напоминающее то, что было в Magnit до смены владельца. В твоем обозрении. Нет, я бы сказал, что здесь гораздо больше нового. Все-таки Magnit со своей историей, он рос, и профессионализм рос внутри. Инъекций снаружи было предельно мало. И не сказал бы, чтобы это была огромной проблемой в начале. Но на каком-то этапе, ну, мое личное понимание, там, уровня менеджмента и требований к администрированию процессов бизнесовых, компания не выросла так, как нужно. И, возможно, это был одним из спецэффектов, повлекших за собой то, что мы в итоге видели. То есть, скорее, инъекции снаружи точно нужны. Возможно, этап роста в самом начале, не то время, когда это нужно, но этап, когда компания выходит на какой-то там плату продуктивности, точно полезно принести снаружи менеджеров, которые умеют хорошо администрировать с другим складом. Это точно полезно. Здесь я вижу у разных менеджеров это и продуктивно, и интересно. Круто. Это очень показательный инсайт. Можно утверждать, что Magnum ритейлер номер один в Казахстане. Какие это влечет за собой последствия в плане вызовов, проблем, с которыми вы сталкиваетесь, и, в частности, в сфере инноваций, технологий, IT? Если глобально, что с нами происходит, потому что мы первые. Больше внимания как со стороны покупателей, так и со стороны государства, так и со стороны проверяющих органов. На нас очень часто отрабатываются изменения, которые в законодательстве происходят. Например? Как пример, мы были одними из участников разработки некоторых изменений в законодательстве. Мы пилотировали и сейчас участвуем в проекте по государственной социальной помощи. Можно подробнее? Как это работает? В прошлом году государство запустило инициативу по распределению продуктовых наборов семян, которые нуждаются в дополнительных средствах и так далее. Продуктовый набор это, в основном, какой-то пакет, в котором есть какие-то... Ну, грубо говоря, зафиксированный государством набор продуктов, либо непродуктовый набор тоже есть. И Магнум участвовал в конкурсе на выдачу гражданам этих наборов. Я правильно понимаю, что человек, который в этом нуждается, приходит в ближайшую Магнум? Человек, который нуждается, приходит в государство. Получает подтверждение о том, что он действительно имеет право. Да, имеет право на получение этой помощи. После этого эти списки передаются нам. И дальше мы на себя берем полностью всю историю с логистикой. То есть даже с доставкой? Нет, логистикой до магазинов. И в магазинах можно прийти и зарегистрированных по месту жительства есть специальный интерфейс, где можно посмотреть, где тебе надо приходить забирать твой набор. И организована выдача ежемесячно, в зависимости от того, у кого там сколько детей, к возрасту привязано все. И создано специально было под это. Вот как раз софт, да? То есть вы сами его создавали под это? Да, делали очень быстро. Все интерфейсы? Так как нигде такого не было, по сути, сделали для себя сами систему, которая позволяет и зарегистрировать входящую потребность, кому сколько распределять, каким людям. Систему, которая отслеживает, кому доставлено, кому выдано, печатает необходимую документацию, печатает акты и так далее. Ну, там она интегрирована со складской системой, то есть она сама остатки не ведет, но именно трекинг выдачи, да, осуществляется полностью там. Ну, это показательный кейс, как важно, да, иметь сложную работу IT-команды, которая может под любой из вызовов разработать новый интерфейс, новую подсистему, соединить ее с текущими. Какое количество сотрудников работает у тебя в подразделении? В подразделении до 200 человек сейчас суммарно. Как они разделяются? Это техподдержка и инфраструктура, и другая половина – это анализ разработок. А из них непосредственно сама разработка? Сколько тех, кто ходят? Это вот один из кейсов, когда я не люблю, когда разработкой называют только разработку. Потому что те люди, которые занимаются анализом, это непосредственная часть разработки. В английском языке слово development – это не только люди, которые ходят. Я понимаю, у нас такая же история в компании. Те, кто принадлежат разработке как функции. Соответственно, я их… А кто, кстати, построил эту структуру? Я так понимаю, вы там все работаете по скраму, есть тестировщики, есть, по сути, продакт-менеджеры, которые ставят постановку, есть бизнес-аналитики, да, есть… Как это все у вас происходит? Разные системы работают по-разному. Есть у нас и проектные блоки, которые работают исключительно по проектной схеме, внедрение проекта ERP, например. Есть блоки, которые работают в продуктовом режиме, где команда продукта отдельно сформирована. И она обслуживает конкретный продукт и его развитие? По сути, продукту. Понятно, что все равно всегда есть интеграция продукта с чем-то и используется ресурсный пул других систем. Но в целом есть продуктовые истории, есть истории ресурсных пулов. На бейке, там, в классической 1С-ке ресурсный пул у нас используется. Ну, она как, получается, интернационная машина такая, да, общая? Тут скорее… Источник данных, да, мастер? Платформы на платформе 1С-разработка люди привязаны не к конкретному продукту, там, бухгалтерии. А, в этом смысле. А в целом на платформе. Понял, я понял. И они могут делать и интеграцию, и для бухгалтерии, и для зуба, и для чего угодно. Но, скорее всего, тот проект, который мы обсудили, он в том числе был на 1С-е, да, использован, разработка? Реализовали на АПЕКСе, это настройка для веб-интерфейс над Орклом. По сути, простое решение, очень быстро разработанное, в частности, и за счет того, что есть такой функционал у Орклом. Окей, спасибо. Магнум, мультиформатная сеть. Как это влияет на IT в плане процессов, подсистем, инфраструктуры? Ну, тут история такая. С одной стороны, мы розничная сеть, и там есть сейчас условно три формата, это гипер, супер и экспрессы. Как они делятся, в каком количестве? Мы не упоминали количество магазинов. Давай это уточним. Сейчас больше ста магазинов. У нас примерно история такая, что сейчас по три части поделились все. На три части поделились. Но мы видим историю с тем, что большие форматы сейчас... Традиционные, с которых, собственно, эта сеть и начинала. Классические хуже развиваются. У нас на этот год не заложено открытие больших форматов. Мы открываем супер и экспрессы. А почему не развиваются? Люди прекращают посещать эти магазины? Или их уже достаточно в плане насыщенности на население? История же не только казахстанская. Это история, которая и в России, и в Европе движется примерно одинаково. Когда ранее анализировали эту историю, на самом деле выглядит так, что магазины у дома, как самый доступный формат и самый удобный для покупателя, развиваются в первую очередь, потому что он просто удобен. Он рядом. Когда ты не отвечаешь требованиям покупателей, они к тебе не приходят за товаром всегда. Кейс покупки в Гиппере – это все-таки кейс большой закупки с машиной. Ты не вывезешь несколько пакетов еды или пару тележек на себе. Это совсем другая история. И тут еще, возможно, если посмотреть на 10-15 лет развития розницы, технологии продажи, именно сделать магазин сам по себе, стало проще. Нет проблемы мне пойти, заплатить просто денег и открыть магазин. встроиться в какую-то инфраструктуру, дистрибьюцию и так далее. И если посмотреть на эту историю, то магазины у дома растут как грибы. Маленькие магазины. БЦшки, как мы их называем. БЦшки? Ну, это категория А, Б и Ц. Ага. БЦшки, да, я понял. Не бедлы и маленькие. Там стало легче открывать магазины. Раньше это был вопрос денег, технологий, каких-то супертехнологий. Последние 10 лет это совершенно вот так вот открывается и никаких проблем с этим. За счет чего? Ну, давай разберем. Вот это вот раз и открыли. В плане IT, в плане технологий. За счет чего это? Куча систем есть, которые позволяют, имея либо один просто компьютер на кассе, организовать продажу, учет в одном флаконе. Не обязательно даже иметь это на компьютере, можно на телефоне это иметь. Не обязательно у тебя нужен компьютер-сервер в магазине, ты можешь просто облачную систему поставить. У тебя будет... У вас как? Все в облаках? У нас... И с точки зрения соотношения магазинов и центровой новости? Я же говорю, про маленькие простые магазины там легче все. Мы говорим о том, что мы клиенту должны оказывать услугу всегда, независимо от того, что случилось со связью, что с облаками и так далее. У нас свои системы, свой цот, магазин может продавать без связи, то есть можно выключить связь, он будет продавать, пока есть товар. Ну, эта касса работает в оффлайнном режиме полностью? Да, да, да. Касса работает. Она не обновляется при этом новыми ценами, еще чем-то способна продавать? Работает, что информация, которая у нее есть, наверное, в том числе и с карточками покупателей? С карточками покупателей будет работать начисление, не будет работать... Не будет работать специально. Ну, это классика такая. Сколько можем сервиса клиенту отдать, столько отдаем. Хорошо. А подход к ассортименту, к запасам, вот при открытии магазина, ты сказал, что вот так это все открывается, вот как это все прогружается? С нашими магазинами у нас... Как вы определяете формат? Формат ассортимента, ну формат это смесь разных параметров, начиная от площади, заканчивая тем местом, где находится эта точка. Но площадь в данном случае, ну как бы основной, начальный показатель, от которого зависит и размер ассортимента, какой там сервис будет дополнительно, будет ли там кафешка, будет ли там собственное производство и что еще мы туда добавим, исходя из того, что нужно в этом конкретном месте. Ассортимент, блок вообще управления ассортиментом у нас поддерживается, скажем так, парой зарубежных систем, блок планирования в нем реализован и блок планограммирования. То есть все планограммы объектов рисуются, товар ставится так, как согласно планограмме и в ближайшее время у нас запустится система, которая будет сравнивать исполнение по планограмме. Это будут какие-то автоматические камеры с распознаванием или это будет больше? Исполнитель отправили, он сфотографировал в беке сверка того, что соответствует планограмма тому, что нужно будет на самом деле. Мой опыт здесь показывает, что даже банальное просто подтверждение задачи без использования каких-либо камер и машинного обучения, включая исполнительную такую ответственность, он понимает, что по сути он ставит свою какую-то подпись по то, что он сделал. Ну, цифровая запись остается, что это украшение. И наш шепот показывает, что это действительно сразу же повышает качество исполнения, планограмм. И здесь даже камеры особо не нужны. То есть камеры потом еще дают дополнительную помощь. Но тут история же такая, что с одной стороны можно запустить историю только с подтверждением, вторая история, что мы все-таки хотим понимать, что это реально стоит. И потому тут, если мы человека туда отправили, то холостой ход не самая интересная история. Мы хотим, чтобы он выполнил эту работу и мы эту работу в итоге проверили. Он это все делает на каком-то мобильном телефоне или на планшете? Да. Ну система будет работать с помощью телефонов, фотографировать полку и полку отсылаться до бэк-приложения до сверки. Что можно еще сказать про дизитализацию? Вот какие еще есть какие-то фишки, о которых ты мог бы поделиться? Это такая, как это, длинная история про работу с цифровой историей. Первое, если ты хочешь чем-то управлять, вообще в принципе управлять, ты должен знать объект управления. Чтобы знать объект управления, ты должен собрать о нем информацию. И чтобы собрать о нем информацию, нужно попытаться оцифровать те процессы и те факты, которые происходят вокруг этого объекта. Можешь перечислить самые ключевые бизнес-процессы, которые требуют оцифровки в первую очередь и последние мили, что вы догоняете эти годы, что вы покрываете еще? Что могло быть интересным кейсом? Как это эволюционно развивается, а не так, как надо, условно. Эволюционно у нас развивается сначала блок фискальной, обязательной государственной отчетности. Это потому, что могут быть штрафы, могут быть наказательные. То есть мы регистрируем первоначально в системе только факты, которые привязаны к учету. Потом, по мере роста сознания, выясняется, что нужно немножко больше информации для того, чтобы управлять тем, чем ты занимаешься. Возникает какая-то условная торговая ERP, в которой уже больше оцифрованы процессы. И этот по кругам взаимодействие, он расширяется, расширяется, расширяется и в какой-то момент доходит наконец-таки до клиента. И вот здесь формально начинается область цифровизации, диджитализации. Хотя, на самом деле, до этого тоже была она же и автоматизация тоже там же. Когда мы доходим до клиента, нужно понимать, что он хочет, зачем он к нам пришел, как мы можем удовлетворить его потребности и так далее, и так далее, и так далее. Из того, что мы делаем сейчас, это то, что мы начали еще в 2019 году, это лояльность. Так. И базовые клиентские сервисы, которые были на тот момент доступны. Там магазины с адресами, с геолокацией, где они находятся. Условно, человек может на телефоне понять, где ближайший магазин. Ну, ближайший магазин. Ну, это классический. А что еще из концептуального, что получают покупатели вот в этом проекте? То, что мы добавляли в 2020 году и продолжаем добавлять сейчас. Так как мы понимали, что есть проблема, но она всегда это классическая розничная проблема с ценниками, когда они могут обновляться не с такой скоростью, как хочется, мы добавили клиентам мобильный пресс-чекер к тем пресс-чекерам, которые есть в магазине. Так, секундочку, это уже интересно. То есть, в приложении покупателя есть возможность использовать камеру смартфона, просканировать штрих-код и увидеть цену. А если она не совпадает с ценой на ценники, то что? В 2020 году было ничего, то есть было расстройство у клиента на этот момент, а вот сейчас, ну, буквально там последние пары недель идет раскатка функционала под названием «народный контроль». Ух ты! То есть, вы еще и как-то бонусируете их за то, что мне помогли? Ну, там функция больше, просто… Расскажи, у нас есть время, мне это очень интересно. Изначально была в магазине так реализована функция с помощью классических шоколадок. То есть, клиент, который нашел какую-то проблему в магазине, мог прийти, показать на проблему, она подтвердилась, человеку выдавали шоколад. Итак, шоколадку за ручную работу получили, что теперь будет, как это все будет в диджитале? В приложении «Магдон Клаб» есть раздел «Народный контроль», где можно зафиксировать нарушение, которое видит человек. Итак, приложение «Магдон Клаб», там есть раздел «Народный контроль». человек может сфотографировать проблему, дать небольшую классификацию и отправить эту проблему на разбор… На сервер, по сути, опубликовать. в целом. Так. У нас на беке эта проблема приходит, видно в общей админке. По каждому менеджеру в магазине. То есть, она может собираться в бек общий со всех магазинов. Какая-то тикетная система, да? А клиент это видит, в каком он статусе или он просто поддал, а там есть? Пока поддал, видит, что она не отработана, будет через какое-то время обратная реакция. Обратная реакция достигается каким путем? С бека транслируется эта проблема на менеджера магазина через TelegramBot. Он видит, что ему прилетела проблема. Так, еще один интерфейс – TelegramBot. Это уже сотрудника. Хорошо. Сотрудник… Внутренний… Почему это сделали? Потому что, ну, веб-интерфейс предполагает работу, ну, либо осознанное открытие системы… Ну, а так они бегают по магазину, решают вопрос, тут раз присылается какая-то задачка. Мы говорим о том, что человек не должен идти к компьютеру, не должен специальный интерфейс открывать для того, чтобы к нему прилетела проблема. Проблема прилетает, как только она зарегистрировалась, возникла. Он может пойти туда, где она возникла, разобраться с тем, что там есть, и транслировать, типа, проблема там принята, подтвердилась, не подтвердилась, прокомментировать внутри системы. Если подтвердилась, то есть покупатель был прав, исправили, что потом? Если подтвердилась, то ответ транслируется покупателю в мобильном приложении, но, по сути, на его тикет приходит ответ, и ему начисляется какой-то размер бонуса. Какой? Это подвижная история у нас, может, либо от класса проблем, либо от текущей там оферты определяться, какой размер бонуса будет выдаваться клиенту за это. То есть люди получают бонусы, дальше эти бонусы могут использовать? Тратить на покупки, да. То есть вот какая-то сумма оплаты, часть из них списывается бонусом, бонусом потом идет оплата. Что еще есть какие-то фишек, что вы планируете вот в этом мобильном приложении? У нас на самом приложении достаточно большой объем интересов, которые мы хотим там для клиента замутить. Первая история, ну не по порядку, а просто, когда в голове возникла первая. Хотим сделать, как есть такие аналоги у неконкурентов в России, интерфейс для возможности покупателю сказать, что он думает об этом товаре, то есть как его устраивать, не устраивать качество. Чуть ли не видеообзор снять? Ну вот на тему видеообзоров не думали, но точно мы хотели собирать обратную информацию по оценкам продуктов и какой-то обратной связи от клиентов. Это потом наверняка используется в категорийном менеджменте, выбране ассортиментом, переговоры с поставщиками. Один из входов мы хотели как раз в обратную сторону давать категорийному менеджменту. Вторая история, если мы видим какой-то резкий скачок проблемных отзывов на конкретную позицию, то это проблема с качеством, это ревизором. Другая история, мы хотели дать клиентам возможность в рамках ввода новых позиций, когда у нас есть вариативность, из того, что мы хотим ввести в сеть, дать клиентам проголосовать, чтобы они хотели и из того, что мы можем ввести то, за что проголосовать. Я правильно понимаю, что это в таком виде, то есть у меня идет пуш-уведомление как активного покупателя, мол, Андрей, у нас тут мы рассматриваем на выбор три товара, вы за какой из них или как? Если утрировать туда, типа вот в молоке вот такой три вида молока, какое хотите выбрать. Или хотели бы вы добавить какой-то вид молока, который еще там без любимого магазина. Круто. То есть вот такая история. Это один из пунктов. Следующий блок, это история с мобильным салт-чекаутом. Когда мы хотим, чтобы у клиента была возможность. Но опять же. Просканировал свой товар и оплатил через wallet. Тележку и оплатил ее прямо на телефоне, либо подошел к ССО, там оплатил, ну там кейсы разные бывают. Но это пока мечты или есть какие-то действительно наработки? Это проекты в проработке. Если говорить про блок с отзывами, это планы были на этот год. Мобильный салт-чекаут в проработке. Мы смотрим и варианты своего решения. Ну написать в рамках мобильного приложения Magnum Club свою функциональность. И сейчас нам предложили, есть партнеры, которые говорят о том, что у них есть интегрируемое с ДК, внешнее мобильное приложение, которое выполняет эту же работу, но оно будет внутри нашего. Я понял. То есть в сравнении экономики там и дальше посмотрим, что нам выгоднее и удобнее и так далее. Традиционный салт-чекаут есть? КСО у нас есть с конца 2019 года, но не везде он развернут в пилотном режиме 20 устройств. То есть это не целевое решение. Во-первых, почему так мало? Второе, какие итоги, ну какие сделали выводы? Будете и красировать? Все очень примитивно и просто. Ну как бы всегда есть экономика и конкретно те КСО, которые мы выбрали в начале, они дорогие. Это какие-то внешние, наверное, вендоры там, да? Ну мы взяли российское решение и поставили вместе железо софт совместно на программно-аппаратный комплекс. И по факту решение конкретно для казахстанского рынка, ну объективно дорого. Всегда любые инновации, там любые цифровые штуки, технологии и так далее сталкиваются с одним таким большущим камнем. Об основном окупаемость и окупаемость. Стоимость труда человека. Иногда стоимость труда человека не позволяет внедрением инноваций, а купить ее. Ну ты имеешь в виду стоимость работы человека в чем именно? Ну на примере? Классический пример КСО. КСО это аналог кассира. А, то есть мы сравним это с зарплатами и все. Понял. Зарплата человека. Ну почему легко? С представляем это с ценой этого программно-аппаратного комплекса и понимаем, что нам лучше там три года просто работать без него. Да. Понял. А сейчас есть такой тренд. Многие сети, их IT-подразделения делают самостоятельные сборки кассам обслуживания, то есть используют тот фронт, который есть у них и так чуть-чуть переделывая, закупая какие-то составляющие. Что ты думаешь? Чтобы не раскрывать там все карты, мы сейчас в проработку взяли одно кассовое решение, где тоже программно-аппаратный комплекс суммарный, гораздо более дешевый, чем то, что мы взяли в начале. И по факту у нас сейчас идет проработка, интеграция этого решения. Как вариант мы рассматриваем и возможность выйти прямо на китайский завод, где делают большинство кассов, которые уколят там в России. Да, так и есть. И уже напрямую с тесты закупали. Есть понимание того, сколько это стоит. Отдельный вопрос, сколько будет стоить софт и все остальное. Понял. Просто я не буду упоминать название компании, но доходят иногда до того, что это просто DSP-шная сборка какого-то места, где стоит монитор, сканер, терминал для оплаты, только беззнальный. Но в принципе это работает. И я это использовал, но я попробовал. там нет контроля взвешивания, но оно работает и людям это комфортно. То есть это как бы один из интересных моментов. Я уже наверное даже больше пяти лет назад в Магните после первого внедрения КСО делался обсчет запуска своих КСО с производством их на заводе через дорогу, который производил до этого терминалы оплаты для КИВИ и так далее. Угу. Ну там все завертелось и было не до этого. Другое решение Магнит себе выдал в итоге для внедрения. Хорошо. Окей. Значит основные инновации идут это в потребительский опыт, в коммуникацию с покупателями. Это только верхушка взаимодействия с клиентом. По факту все то, что мы получаем как информацию о взаимодействии с клиентом, потом мы можем использовать и в управлении ассортиментом, и в планировании поставок и так далее, и так далее, и так далее. Не говоря о том, что сама информация о том, к чему стремится, что выбирает клиент, она предельно полезная для любых переговоров с поставщиками и так далее, и так далее. Маленький вопрос. Управление цепями поставок, заказы, количество заказов. Насколько автоматизировано на текущий момент? Ну естественно оно автоматизировано, если бы оно было не автоматизировано, наверное мы не растли так быстро. сейчас есть два варианта реализации. Один вариант это предварительный расчет для магазина, когда система считает, что вот я считаю столько-то надо заказать. При этом есть категории товара, где люди принимают решения, потому что есть блоки, которые не до конца автоматизированы. Здесь маленькие улучшения, децентрализировано это решение принимается? По каким-то категориям, децентрализованное на объекте есть право принятия решения, по каким-то категориям оно централизованное и есть отдельная группа людей, которые отвечают за автозаказы. Я понимаю с точки зрения усилий IT-департамента это пока не является каким-то фокусным направлением, то есть у вас там нет каких-то грандиозных задач по там полной централизации, полной автоматизации закупов. Что ты сказал? Потому что с момента прихода только в Magnum автозаказ не покидал меня ни на секунду, что называется. И по-прежнему не покидает. И по-прежнему он не покидает. В плане активности, которая в этом блоке есть, у нас сейчас идет постепенная миграция на промышленную западную систему и часть, скажем так, часть, на которую мы иммигрировали в плане прогноза, она работает достаточно хорошо. Но с чем мы столкнулись сейчас, когда в итоге довели до этого уровня автоматизации? О том, что прогноз слишком зависим от целой кучи факторов в побочных подразделениях, в коммерческом департаменте, в уровне сервиса поставщиков, в доступности товара на полке, ценообразование и так далее. То есть все на него влияют. И если эти блоки работают либо недостаточно автоматизированно, либо там недостаточно правил, чтобы выстраивать системную закономерность. Системно вот этот вот как раз подход, то автозаказу на вход все время прилетают вот такие взрывы. И прогноз все время от этого сходит с ума. И одна из активностей на текущий момент это как раз таки рассмотрение всех связей текущего прогноза с влияющими на него блоками, попытка провести анализ достаточности уровня автоматизации этих блоков, системности процессов. То есть проблема-то не только в автоматизации объективно, она сначала в головах, потом в процессах, потом только в автоматизации. И вот если говорить про автозаказ, сейчас условно расширенный автозаказ с влияющими на него сервисами, это один из фокусов как раз в текущей работе тоже. То есть в активной фазе, по сути? Да, не останавливался. Окей, а поговорим о доставках, тренды постпандемического мира. Как вы быстро отреагировали на эти изменения? Что выпустили, как оно работает? Как это говорят, что... Несчастье так несчастье помогло, что называется, да? Все только запрягали e-комы свои, а как пришла пандемия, всем срочно-оборочно пришлось ее сделать в итоге. Компания запустила e-ком с помощью, по сути, купленного изначально продукта. Ну то есть это продукт не... разработанный продукт. Мы взяли чужое решение. Это отечное решение, это западное решение. Казахстанская компания разрабатывала его, внедряла и мы, по сути, его купили. Ну это, по сути, витрина, витрина, веб и мобильная. Витрина мобильная и бэк для работы курьеров, бэк для работы сборщиков, приложение сборщиков, приложение курьера. Ну то есть такой более-менее полноценный... Маршрутизация. Функционал. Маршрутизация вначале была там чисто ручная, после этого мы встроили элементы работы СМС. ТМС-систему? Угу. И сейчас рассматриваем другие системы, которые тоже нужно будет автоматизировано отрабатывать маршрутизацию внутри города. Достаточно быстро стартовали, мы в апреле уже запускались и... В апреле 2020 года? И, собственно говоря, в начале, так как это была востребованная тема, у нас даже до этого момента, до того, как мы запустили систему, были такие попытки работать напрямую. То есть у нас в Алматы был... Что значит напрямую? Карантин иногда в конкретных домах. Да, было. ЖК и так далее. И вплоть до того, что иногда открывались там WhatsApp-чаты для ЖК, для того, чтобы доставлять им просто по информации в чате. И вы это делали? Из магазина. Ну да, потому что, ну как бы... И сколько таких чатов было на пике? Я по штукам не скажу, но я знаю, что нашу историю отрабатывали, пока не возникла система. То есть максимально пытались быть ближе к клиенту, насколько это возможно. При этом, ну, в Казахстане и в Алматы есть конкуренты, достаточно сильные были на тот момент конкуренты. Здесь вопрос, вы были первыми, но вы успели быть первыми в этом реализации? Нет, но на тот момент были отдельные выделенные игроки, которые работали в качестве витрин, либо отдельные выделенные интернет-магазины, прямо вот изначально бизнеса развивавшиеся как интернет-магазины. Ну они существуют и по сей день, да? Они существуют и сейчас, но по факту я могу сказать, что мы многих из них догнали и перегнали, и это тоже один из факторов того, что... А перегнали в чем? В обороте или в удобности приложения? В некоторых сервисах. Каких? Ну, как это, сейчас есть сервисы, которые доставляют там два раза, грубо говоря, на день, там, слоты доставки. Когда изучали этот вопрос, оказалось, что там проводилась целая куча исследований в Европе на тему того, какие факторы там влияют на этапе развития продукта максимально на привлекательность Якома как такового. Слоты доставки был один из пунктов. У нас вначале был там один или два слота вообще в принципе. Сейчас мы сделали слотов больше. Мой любимый слот с 19 до 22 ночи. Угу. Мне он максимально комфортный, потому что, ну я прихожу с работы. Дома, наконец. И мне приходит курьер, в принципе. Ну и там есть некоторые пункты, которые все... Цель была основная привести максимально, насколько возможно максимально на уровне сервиса. Сейчас уровень сервиса невозможно на Magnum Go. Это наше приложение. Magnum Go. Это приложение отдельное, где, собственно, я могу заказать доставку продуктов. Из Magnum. Из Magnum. Именно наше приложение. А доставка, кстати, оно будет прямо из магазина или это... Доставка Magnum Go работает напрямую из магазинов. То есть при каждом, я так понимаю, крупном магазине есть какое-то подразделение, там есть курьеры. Есть опорные в городе магазины. Сколько их? Они выбраны. Два-три. В зависимости от города. Два-три. То есть они разделены на секции города. Да. Просто отрисована зона доставки конкретного магазина. Если ты в этой локации находишься, тебе предлагается соответствующий магазин. Угу. И... Я правильно понимаю, там идет интеракция с онлайн-остатками? Ведь нельзя же заказать то, чего нет. Наставка. Вот в этом месте основная проблема. Частота обмена информацией в магазине, в который приходит покупатель, она не позволяет нам обеспечить нормальный уровень сервиса. Ну, такой, который мы бы хотели, там, выше 90% для Magnum Go классического. Угу. Эта проблема не решается на классическом магазине, потому что сборщик все время конкурирует за товар. С покупателями в зале. Я правильно понимаю, что сборщик прямо по залу идет и забирает товар. Да, сборщик собирает с зала по заказам, которые приходят к нему на телефон, он идет, сканирует, собирает. Но у него нет какого-то там 3D-магазина, где он понимает? Или он так уже настолько привыкший к расположению товаров, что он, в принципе, так знает? Ну, они лежат стандартно. И поэтому он знает, где что находится. Шутизации внутри магазина у нас отдельно сейчас еще нет. Еще нет? Думали об этом? Конечно, думали. Это один из кейсов для увеличения производительности сборки. Дополнительный кейс – это мультисборка, когда ты собираешь одновременно несколько заказов. Ну да. Тележку, либо специальную тележку, либо отдельно в коробке. Один раз поехала и вернула уже там 3-5 заказов и приехала с нами. Ну, возить он может сразу много, а собирать один сейчас. То есть можно сделать, это не сложно сделать так, чтобы он мог собирать сразу много. Есть уже какие-то элементы ВМС-системы должны быть использованы, да? Да, да. Точно. Ну, как минимум с адресным хранением и пониманием того, где товар находится. А адресное хранение находится в системе мерсендайзе? Я так понимаю. Планограмм? Не совсем. Там адресовка планограмм отдельно. Товар в магазинах не находится на адресном хранении. Понятно. Он, по сути, просто лежит на полках. Понятно. Гоу. Это сборка заказов из магазинов и доставка из магазинов. Отдельно проект Darkstore. Да, отдельно есть проект с партнером. Это банк Каспи. В рамках его мобильного приложения есть Marketplace, в котором есть блок продуктов. И мы зарегистрированы там как один из мерчантов. И туда мы отсылаем только заказы, транслируем остатки с Darkstore, которые… В Darkstore он один? На текущий момент один. Да. В Алматы запущен. И там высокий уровень сервиса за счет того, что нет конкуренции с покупателями. Мы всегда знаем, какие товары заказал наш… Ну и адресная сборка… И реализовано, упрощенное адресное хранение для оптимизации маршрута сборки. Итак, Magnum Go. Приложение от Magnum, понятно. Каспий. Значит, есть приложение Каспий Банка. Да. Там есть Marketplace других приложений. Но выглядит это по сути… По сути, как приложение в приложении. Я правильно понимаю? Нет. У них есть свой Marketplace, в котором есть блок продуктов. Это не наше приложение. С точки зрения юзера как это влияет? С точки зрения юзера, для юзера прозрачно он может купить iPhone, переместиться немножко вбок к Magnum и купить… Ну, все, что хочет. Пепси-кол. И ему доставка… Ну, Back… Каспий разделит этот заказ на две части. Сделать две доставки отдельно. Отдельно от Magnum… Что-то я запутал сам. Да. Отдельно от того, кто iPhone показал. Начнем сначала. Давай. Есть приложение к Каспийбанку. Да. Я его скачал. Я являюсь клиентом Каспийбанка, у меня там есть карточка еще и так далее. Я в этом приложении могу сделать заказ из вашего Darkstore или… Да. О, я уже понял. То есть там есть где-то раздел… Раздел. Который называется… Как называется ваш Darkstore? Раздел Marketplace, который… Там есть Marketplace. Да. Да. И там есть… Что? Darkstore. Как называется? Ну, Darkstore называется как Magnum. Магну. То есть там есть Magnum. Там есть Magnum. В Каспийбанке есть Magnum. Я скажу в Magnum. Да. И пошла витрина. Авторизация моя, моя история покупок, все. То есть это вот полноценный Darkstore, который не собирается… И поддерживает эту функцию в Каспий, отдельно выделенный наш Darkstore, который позволяет обеспечить, ну, близкий к 100% уровень сервиса. Все. Понятно. То есть там есть свой ассортимент. Цены там отличаются от цен в Magnum? У нас цены в целом по стране отличаются. Они какие-то, я сейчас не могу… То есть где-то могут быть больше, чуть где-то меньше. То есть если я открыл Каспийбанк приложение Magnum внутри и нахожусь внутри магазина Magnum, то цены могут быть чуть в качестве их кадры. Да. Понятно. А расскажи про этот опыт, как вы запускали, что получилось? Это мы запускали в этом году, запустили, как это ни странно звучит, за месяц. Самая большая работа была сделана, это именно физика. Было отдельное помещение снято, которое оборудовали под Darkstore, выложили туда, завезли товар. Бэк самой системы, которая используется для отработки этих заказов, это тот же самый Бэк, который используется в Magnum Go. Понятно. По сути мы заказывали… И это прямо самописная система? Да, изначально самописная система, которую мы купили, но достаточно сильно переделали. Переделали? Да. Вы ведь не были первым Darkstore в Казахстане. Нет. Как боролись за покупателя, за счет чего? Я услышал массу положительных отзывов. Клиенты используют этот Darkstore, ему нравится. За счет чего? Что получилось? Чем? Да. Затянули. Чем? Ну, тут большой объем маркетинга и акционной работы. Достаточно много акций запустили. Скидки, да? Популяризирующие и сервис, и дающие дополнительные преференции при заказе в нем. Там… Я слышал про кэшбэки банковские при покупке. Там… Там целая, да? Целый ряд. То есть если там продолжить, там список акций очень длинный. На автоматизацию этих акций тоже там было выделено достаточно большой объем ресурса, потому что это считалось важным, чтобы клиенту было удобно, выгодно. Там с партнерами, поставщиками было отдельное взаимодействие, направленное именно на e-com приложение, чтобы они предоставляли скидки конкретно в e-com и тем самым популяризация осуществлялась. Круто. А как вы интрируете это с вашей программой лояльности? Ну вот если клиент покупает сейчас в Magnum и в Каспии, он как бы является тем же клиентом с тем же ID, со всеми привилегиями или это пока что разная история? Сейчас это разная история, на текущий момент клиент лояльности и клиент e-com не интегрирован. У нас запускается сейчас приложение, которое интегрирует эту историю. Будет интеграция? Да, будут начисляться бонусы обычные Magnum и в e-com приложении. И он сможет их потом потратить? Ну потратить как обычно. Оплатить в e-com, потом пойти в магазин и потратить? Да, 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 такая история. В части Каспии там популяризация была с помощью пуша и Каспии. Каспии тоже активно внедрял эту тему. Там есть и кэшбеки от поставщиков, которые идут отдельно. То есть там тоже такая история была с развитием этого блока. Я ведь понимаю, что это только начало. Скорее пропилотировали вал в Алматы и дальше это может быть уже тираж по всей стране, скорее всего. e-com в прошлом году уже стартовал на страну. В Нур-Султане он есть. В Караганде, в Шанкенте. Darkstore пока на текущий момент один, но есть планы по развитию. Ну, судя по всему, все готово для этого. Дальше только физика, склада и тиража. То есть вы, скорее всего, к тому идете. Если говорить глобально, с точки зрения Darkstore, там есть достаточно большой объем автоматизации, который нужен дополнительно для увеличения эффективности самой работы Darkstore. если говорить про первоначальную функцию, там довести товар клиенту, ну да, мы можем тиражироваться. Ага. Хорошо. Часто вот мы в процессе диалога упоминали какие-то системы, вендоры внешние, западные, самописные. Вот политика компании, это все же самописные решения, это промышленные системы или как вы это определяете? Здесь что использовать? Тут… Ну и, собственно, как вы работаете с поставщиками таких систем, если внешние? Как вы их отбираете, какие-то тендеры, как вы это автоматизируете, этот отбор? Ну, тут как-то сложный вопрос, много аспектов с разных сторон. Да, давай по частям его, да. Первое, самописка или… Разбираться там самописная, а не самописная. Если мы видим, что решение, ну или, скажем, класс решений присутствует на рынке и его можно просто интегрировать, то мы скорее купим… Готовы. Я правильно понимаю, что вы считаете, если нам написать это самостоятельно, то мы потратим такие-то суммы денег… Естественно, это TCO и… Окупаемость, да? Да, это все есть. Вопрос только в том, что один из первых пунктов для оценки – это фактически наличие соответствующего рынка. Если на рынке нет решений, которые, там, позволяют автоматизировать определенные функции, то можно сколько угодно с фонариком искать, но фонку никакого не будет. А вот здесь не возникает, особенно как у лидера рынка, концепции «зачем нам тиражное решение? Ведь мы же потеряем свою конкурентоспособность, если будем использовать то, что используют другие». Вот здесь нет такой дилеммы? Ну, это же такая манипулятивная тема обычно от вендоров и так далее, которые рассказывают о том, что в их решениях есть самые уникальные решения, которые нас сделают самой эффективной компанией и так далее. почему говорю манипулятивная? Потому что обычно промышленные системы – это все равно какая-то коробка, которая присутствует. Да, там есть определенный объем функционала, но предельно редкие внедрения, когда внедряют тупо функционал коробки. Все равно идет адаптация, все равно идет… Орх-изменения. Изменения. Проект внутренний. Под компанию в какой-то мере, если процессы эффективнее в какой-то части. Либо под продукт, если там процессы эффективнее. Но не бывает просто коробки поставил и все работает. Не бывает. И обычно уникальное что-то кроется не в системе. Либо в процессах, либо в людях, либо в информации и способах ее извлечения. То есть система – это просто шестеренки, они просто делают свою работу. Шестеренки могут быть уникальные, с определенными насечками, но это маловероятно уникальное что-то. Это прям очень важный инсайт текущего интервью. Ты все правильно сказал, я полностью разделяю. Это твою мысль. Дальше переходим к второй части вопроса. Подбора поставщиков. Я правильно понимаю, что он объективный, по вашему мнению. То есть вы смотрите, что есть в рынке, что нам нужно, что есть в рынке. Классические процедуры, редко мы от них отходим. Это формирование лонглиста, отрезание из лонглиста. Это шотлист контрагентов продуктов, либо интеграторов вендоров отдельно продуктов. И после этого выбор на основании экономики, TCO решения, стоимость внедрений, сроков. То есть все по классике. Я не зря этот вопрос спросил, потому что наша аудитория, то в том числе и подобные вендоры и поставщики, хоть будет им понятно, как идет подбор и что необходимо учитывать в своих предложениях. Особенно часто окупаемость не учитывают, а это на самом деле один из самых ключевых факторов. Важный вопрос не приходить с маркетинговой презентацией на тему того, что наша система вам даст возможность увеличить выручку и прибыль на 30%. А все остальные конкуренты наоборот на минус 20? Да. И как? То есть первый вопрос и как, ну или первая реакция, ну по сути раздражение на такую информацию, потому что она как бы предполагает, что ее рассказывают либо детям в саду каком-то там, либо там школьникам, которые там с охотой этому поверят. То есть ну как бы классика жанра, приди с реальными кейсами, желательно с цифрами реальных внедрений. Покажи, что реально сделано, чтобы эти цифры были близки к практике. Потому что все равно у бизнеса, когда он выбирает решение, есть экспертиза и внутреннее ощущение того, сколько реально может дать система. Если это не бьется в разы, то значит ты плохо продаешь свою систему, ты не знаешь реальных эффектов. И ну бывают нюансы с бизнесом, это тоже такое, но очень часто продают систему в режиме, мы сейчас вам сделаем город-сад, а доказательств никаких. Вот такие методы уже, можно сказать, не работают. Ну точно, они скорее этот продукт и этот вендор сразу не попадут в шорт-лист. да. Приняли. А какие достижения за два года ты считаешь, к чему ты приложил максимум усилий, чем ты можешь гордиться в Магнуме, как IT-директор? Я тут сразу скажу, что тема личных достижений в компании, в которой изначально результат командный, вот эта история очень такая подвижная. Всегда можно сказать, что это я сделал, а на самом деле всегда редко что делает лично топ-менеджер такого. Это вообще неправильная организация работы, если топ-менеджер лично что-то сделал сам. Организовал в итоге внедрение, дал возможность продукту или проекту сделать свою работу быстро, подгонял ресурсы вовремя, обеспечивал проект ресурсом и так далее. И ты как часть такого пазла вовремя положил свою часть работы и в итоге получилась общая картинка. Так вот работает. Все остальное это лирические отступления в режиме я герой, кругом всем не мешают и так далее. Если говорить про успехи компании, я здесь больше про успехи компании хотел бы сказать. Команды ваши. Команды, топов компании. Ответил ты очень мудро. Спасибо. И все же командное достижение при твоей работе. В первую очередь это одна из важных тем. Магнум Го. Да, Магнум Го плюс Даркстор. Так быстро запущенных Дарксторов не существует. Понятно, что часть залога быстрого запуска Даркстора это наличие уже продукта в основании этого внедрения. И по сути Магнум Го, который создали, развили, разработали и довели до состояния, когда он клиентам пользу приносит в первую очередь. Это один из таких больших успехов. Большой объем работы был проведен компанией с точки зрения, здесь важный момент, может быть про это не говорил, про то, что тема социальной ответственности в момент, когда возникла пандемия и так далее, она очень важная, хотя не всегда ее любят все обсуждать. Компания реально много усилий приложила к тому, чтобы в момент, когда случилась пандемия и в момент, когда возникли проблемы с поставками и так далее, компания сделала много именно организационно, это не проект с точки зрения IT. Компания сделала много, чтобы продукты необходимые были в магазинах. Для этого много организационных усилий было применено. у нас создался ситуационный центр, который контролировал много чего во время пандемии и, по сути, отменил часть процессов, которые были в компании для того, чтобы ускорить принятие решений. То есть тема с тем, что компания вот в этом периоде сильно поменяла подход к работе в связи с внешними факторами, она тоже очень важная, потому что это говорит о том, что компания способна адекватно реагировать на внешние изменения. Меня очень поразила эта история, особенно там, где организовывались WhatsApp-чаты под каждый дом чуть ли не. То есть это отражение того, что компания пыталась максимум помочь населению. Добавили здесь 3 копейки. Сколько на таких чатов было все это контролировали? Там было управляемое количество домов, потом такую тему отменили, что закрывать прям ЖК. и к этому моменту у нас уже и продукт возник. Но, в принципе, да, это говорит о том, что компания… О подходе, да, ответственности. К клиентам лицом. Другая тема, где видно, что мы лицом – это один из таких важных моментов, отличающих компанию от предыдущих мест работы. У компании большая инфраструктура завязана, ну, по сравнению с другими, на то, чтобы работать с соцсетями и с обратной связью. У компании один из самых больших в Казахстане. Точнее, на уровне… Есть другие сети, которые работают в другом формате. У них немножко больше там. Самый большой Инстаграм. Больше, чем X5, пятерочки и Магнита. Но, правда, Магнит Косметик немножко больше. Там реально отрабатывается вся обратная связь. Там реально люди работают, на вопросы отвечают. И люди это знают. На Фейсбуке компания вошла в целом по прошлому году в топ-12 по миру по скорости и закрытию всех ответов со всеми ритейлерами мира. Это не только Казахстан или СНГ. То есть мы там вместе с Теской и всякими остальными другими компаниями. То есть здесь это существенное отличие в том, что компания слушает клиента и что-то делает в ответ на то, что клиент говорит. И это, возможно, еще тоже спецэффект страны. Потому что в Казахстане, я вот заметил относительно России, дистанция между записью в Инстаграме с указанием аккаунта Акимата и приходом с санэпидемстанции в какой-то магазин очень короткая. Тут реально можно повоздействовать через соцсеть на госорган. Особенно, если он контролирующий. Контролирующие органы любят контролировать. Им только дай повод, что называется. В России этого вообще нету как класса. То есть там ты можешь сделать все, что угодно, и ничего не произойдет. Даже если ты обратился по адресу, может долго упорно не реагировать. Есть какой-то гэп, пока это все растернется. В этом месте Казахстан меня удивил вот этим моментом. И Магнум удивил тем, что здесь очень внимательно к этому относятся. Ну, на уровне культуры в том числе, да, внутри компании? Да. Окей. Откуда черпаешь идеи в плане бизнес-инициатив ты и твоя команда? То есть где вы это все берете? Вы номер один, да? Ориентироваться на кого-то внутри страны – это, скорее всего, не очень правильная стратегия. Да, сложно когда ты первый, ориентироваться уже не на кого. Ориентируемся, понятно, на первых, в других странах, в других регионах. Смотрим… Вы с ними общаетесь, у вас какие-то идут совместные поездки или как это происходит? Есть и общение, есть и инициативы по совместным партнерствам. Регулярное обсуждение идет и на конференциях, и когда можно было, были референсы. Когда стало невозможно, тоже пытаемся общаться, входим в ассоциации, в которых тоже можно обвиниваться информацией. Сейчас есть активность, не могу пока рассказать до конца, но в рамках этой активности мы будем отслеживать вместе с группой российских сетей стартапы и смотреть… Пилотировать, да? Смотреть до применимости и необходимость пилотирования. В этом месте надо, наверное, четко сказать, что мы всегда про эффекты. То есть, если стартап еще не понимает, какую пользу он может принести бизнесу, и его надо прокачивать на эту тему, то это за прокачкой не к нам. Это к нам за… Это какой-то инкубатор будет? Или что это будет? Ну, это… Пилотирование решений, да, на каких-то… Альянс общий зайти, как войдем, будет новость. Понятно, понятно, окей. То есть, будет новость, и молодые стартапы смогут попробовать свои силы… Да, конечно. В этом Альянсе. Окей. Очень интересный диалог, ощущается экспертиза, какая-то мудрость, матерость. Ты как топ-менеджер, ты в жизни чем перезаряжаешься, чем вдохновляешься, как ты восстанавливаешься? Потому что я так уже понял, что работа очень насыщенная, очень много чего… Происходят. За счет чего ты восполняешь сил? Ну, да, интенсивность работы существенная. Восполнение сил идет в основном, если там по приоритетам семья-дети и совместное времяпровождение. Это один пункт, который там реально лечит, что называется. История с музыкой, фильмами, книгами. Ну, то есть, это та тема, которая лечит психику локально, что называется. Ты играешь или это просто… Нет, музыка я слушаю, я не играю. Что это за музыка? Как это? Каждый раз, когда спрашивают этот вопрос, хочется сказать «хорошая». Просто у всех музыка хорошая, разная, и на этот вопрос ответить практически невозможно. Есть какой-то стиль какой-то? Есть какой-то стиль какой-то? Нет, у меня нет одного стиля. Ну, понятно, что по детству это классический оффспринг, нирвана и так далее, что-нибудь такое. Но я и сейчас это люблю. В принципе, я слушаю тему от лунной сонаты Бетховена до какого-нибудь жесткого металла. Если это прямо вот у тебя заходит и… Резонирует вот с твоим внутренним… Да, это должно отзываться. На свое. Если это просто как бы внутри ничего не играет на это, то ты как бы и толку от этого не испытываешь никакого. Фильмы интересная тема. У меня, жена психолог, я читаю много про психологию. Почему? Потому что это темы, которые говорят о том, как ты создаешься как личность и что с тобой происходит как с личностью. Некоторые моменты такие достаточно интересные открываешь, когда читаешь. Даже просто что-то психологи пишут интересное на тему того, что происходит от детства до взрослого состояния. И ты понимаешь, как это в тебе, в твоих друзьях, в твоих коллегах работает. Смотришь то, как это в итоге происходит с тобой. То, как на это реагировать. И понимаешь, что может быть реагировать надо совсем по-другому. Потому что ты воспринимаешь это, возможно, как агрессию. Возможно, это не агрессия, а совершенно защита. И так далее, и так далее. Там таких моментов целых. Это, Яна, помогает в бизнесе, в топ-менеджменте. Точно помогает выстраивать более конструктивные взаимодействия. Хотя иногда отсутствие конструктива – это тоже тактика. Что ж, друзья, благодарим вас за то, что досмотрели это очень интересное интервью до конца. Я очень польщен встречей. Я считаю, что услышанное надо переварить и осознать, что такие компании, как Magnum, очень активно работают в сфере инноваций. Очень активно работают в сфере постоянной оптимизации своих бизнес-процессов. Поэтому мне даже очень лично интересно посмотреть, что будет через пять лет, во что эта вся история превратится. Я желаю Руслану и компании Magnum успехов. А вас прошу подписываться на наш канал, следить за новыми выпусками. Давайте делать инновации доступными бизнесу. Руслан, спасибо. Всего доброго. Всего доброго.